В рамках регулярного чемпионата России по баскетболу среди мужских команд 2-го дивизиона в Чебоксарах на этой неделе запланировано проведение серии из четырех домашних матчей баскетбольной команды «Чебоксарские ястребы». Так, первыми в спортивном зале регионального центра «Маунтинбайка» против наших баскетболистов выступили гости из «Майкопа» команда «Динамо» МГТУ, занимающие на сегодняшний день седьмую строчку турнирной таблицы. Поболеть и поддержать ястребов пришли министр спорта Чуваши Василий Петров и начальник управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Алексей Соловьев. Сегодня мы болеем за нашу команду и за ястребы. Я считаю, что несмотря на то, что они уступают по ходу матча, они наберут, они проявят бойцовский дух. Баскетбол мы любим. У нас в городе работает школа баскетбола, ходит очень много детей заниматься. Несмотря на то, что сейчас сложная ситуация с ковидом и матч проходит без зрителей, я думаю, что они наверняка чувствуют поддержку всех гаража, всех, кто любит баскетбол. Они бы были рядом здесь, но они, думаю, смотрят прямой эфир, трансляцию. И мы надеемся на победу, что наши парни займут достойное место в итоге в финале. Игра получилась насыщенной и яркой. И чебоксарские ястребы одолели победу с отрывом в 4 очка, закончив игру счетом 77-81. Всего в чемпионате России сезона 2021-2022 участвуют 11 команд. После 26 проведенных игр чебоксарские ястребы показывают хорошие результаты. С 46 очками они занимают второе место в турнирной таблице, уступая лишь 6 очков команде Тамбов. В ближайшие выходные чебоксарцы сыграют с командой «Динамо» из Ставрополя, находящейся на 10-м месте рейтинга. Из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации матчи проходят без зрителей. Несмотря на это, любители баскетбола могут наблюдать за игрой в режиме онлайн. В аккаунте баскетбольного клуба «Чебоксарские ястребы» в социальной сети ВКонтакте и на сайте Российской Федерации Баскетбола. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.